привет канал рыболовное приключение достаю козырь вперед вперед моя зеленая подруга ну что конца послал будем надеяться что позовет нам огромный твою дивизию смотрите что происходит ухты а там же это бровка которую я обойти не могу давай еще пять метров осталось это монстр друзья давай иди ко мне приветствую вас любители рыболовных приключений ну вот очередной раз я выехал на реку еще буквально вчера мы с вами бомбили на зеленую прикормку густеру а сегодня уже новое место новые интересные рыболовные приключения сегодня я взял с собой черную прикормку добавил туда аромат бисквит приехал на реку ветрище такой что просто жуть обошел наверно мест 5 либо занято либо ветер такой что невозможно ловить и уже почти потеряв надежду где-нибудь приземлиться нашел я местечко здесь я как-то был года два назад летом больше я сюда попасть не мог приезжал все время было занято а потом как-то я про это место и подзабыл значит рассказываю глубина идет возле того берега около шести метров и потом плавно выходит на три метра и потом почти до моего берега идет 3 2 1 и вот сюда вот так выход время сейчас у нас без 15 час дня находимся мы в республике беларусь недалеко от города бреста река муховец что я сделал кинул 5 закормочных кормушек сделал я поводочек 50 сантиметров вот такая вот леска дунаев сейчас скажу диаметр 0 104 миллиметра и как всегда вот эти вот овлер когда-то на алиэкспрессе заказал крючки 14 номер ждем с надел 1 опарыш 2 мотылика минут пять уже стоит пока вам рассказываю тишина ну что ж сейчас немножко потенпуем 3-4 кормушечки будем кидать каждые минуты две если рыбка не отзовется будем что-то думать будем гадать где ее искать или спустимся в основное русло на 6 метров или возможно поднимемся еще ближе рыбаков сегодня хватает выходной день так вроде бы солнышко красота где-то 12 градусов тепла но ветер здесь вроде бы так немножко затешок лес спасает противоположной стороны но когда заехал на залив что там творится это просто ужас было еще одно перспективное место зимой его приметил заехал туда были наверно метров 300 клепал по лесу по джунглям остановился дошел кидаю маркерный грузик там глубина 2 метра но блин ребята чё-то на двух метрах не сидеть совсем не хочется мне кажется что это слишком маловато а вот как сейчас 4 метра это я думаю должно быть само то планы мои конечно же поймать хорошего леща но как оно получится не знаю есть здесь этот канадский американский сомик есть тоже густера плотва вся речная рыба посмотрим сегодня уже наверное экспериментов никаких не будет сегодня будем просто наслаждаться рыбалкой пытаться поймать рыбку а что из этого выйдет вы скоро увидите место для меня это новое поэтому достав маркерный грузики побросав нашел я две интересных точки одна была 60 метров от берега с глубиной 6 метров вторая была 35 метров от берега с глубиной 4 метра ну был очень сильный ветер и на 60 метров не ой как не хотелось бросать поэтому начал я с 35 метров где была глубина 4 метра 40 минут я кормил точку надевал разные насадки но удалось поймать одну небольшую густерку и тогда уже было решено перейти на 6 метровую глубину на точку 60 метров от берега очень мне этого не хотелось из-за ветра но вариантов других не было забросил и буквально через пять минут поклевка я подсекаю чувствую что висит рыбка протягиваю метров десять и моя кормушка упирается в жесточайшую бровку аккуратненько не делая резких движений начал я фидер подымать то вверх то вниз влево вправо и потихонечку чувствую как моя кормушка соскочила с этой бровки и что меня больше всего поразило что даже рыба осталась на крючке аккуратненько стал я ее подтягивать к берегу очень было интересно посмотреть что это за рыбина у меня клюнуло дистанция 60 метров глубина 6 метров понятия не имел какая там живет рыба ну что ж потихонечку тянул тянул и вот подтягиваю я к берегу и это друзья американский сомик слышал я что они проклюнулись но я еще в этом году ни разу не ловил очень я был доволен хотя не особо люблю эту рыбу но сегодня видеть ее мне было очень приятно отличное начало рыбка есть так что можно ловить на 60 метрах и посмотрим кто там еще живет уверен я там живет очень интересная рыба которую нам сегодня предстоит поймать ты говорящий сом плыви давай ах ты какая рыбина пошел опять какие-то подергунчики походу опять сом пришел смотрим главное проскочить эту бровку блин как я за нее зацепился в прошлый раз это капец было не знаю что то вроде тяну надо поменять кормушку поставить пластмассовую это железное тяжелое это просто ужас на этот раз микро густера ну что на 6 метрах поинтереснее разно рыбится смотрим ну что пока не клюет достаю козырь вперед вперед моя зеленая подруга значит так я тебе наловлю мух ты скажешь чтобы они приплыли к моему крючку огромным рыбином все поняла давай вперед царевна лягушка и так гонца послали теперь ждем когда приплывут огромные рыбины скоро будет клев похоже лягушка что-то попутала так как клюнул у меня вот такой вот ершик совсем другую рыбу я ожидал увидеть на крючке да что ж такое мелкая густера блин а где же рыба ну смотрите какая у нас густера преобладает вот такая вот малюпасенькая и какую ловил я на зеленую прикормку ощутите вот разницу да какая там была и какая вот здесь эксперименты с насадкой результата не давали надевал 3 опарыша 4 мотыля пучок мотыля парыш белый и красный клювало все равно вот такая густера очередная была поклевочка и чё-то тяну густера покрупнее начал макать в эту штуку нашу рыбий жир и покрупнее поставил вот такую кормушку пластмассовую вроде бы уже прохожу эту бровку атакует ветер просто капец вот бывают такие 30-40 секунд затяжка и потом опять это просто ужас я уже еле держусь поклевки целый день вот такие ты ты все ни одного загиба или хотя бы там тын 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 вытягиваешь абсос опять тын тын вытягиваешь съели или наоборот тын вытягиваешь все на месте когда подсекать как подсекать вот пока вот не поменял кормушку пока то было там вроде бы как-то и подергунчики получше были и рыбка чувствовалось что такая нот помощнее сейчас же когда делаю эту кормушку новый поводок привязал что-то я не знаю случается три вот таких густерки поймал все за последний час надо что-то предпринимать надо что-то думать я уже червей вешаю сейчас наверное возьму опарышей подрезку сделаю лупану но боюсь чтобы этих американских сомиков гора не приплыла и они дадут другой рыбе подойти вот такая густерка ладно надеваем червей пучок отмазываемся от густерки вот оттянул походу американский сомик самера я бы сказал не сомик а самярище ну что ж дружок проклюнулся ты взял червей пучок надел и сразу вон вот мы пойдем летом их коптить сначала очка и поедем коптильню возьмем вот этих дружков посмотрите будет круто так что кто не подписан подпишись и увидишь как мы их коптим ветер дул прямо в лицо и стали у меня слезится глаза начал туда попадать песок который несет ветер ловить стало совсем неприятно но я не сдавался продолжал ждать и верить что моя рыба еще впереди и должна клюнуть хорошие поклевочки идут мелкая густерка вот такая вот мелочь клюет на три опарыша я уже не знаю что вешать это просто капец это как клюет так поклевают иногда надеваешь червя клюет американский сомик надеваешь опарыши мотыли клюет вот это ни одного подлещика ни одной плотвы на этой глубине шестиметровой нету я уже не знаю где эту рыбу искать перепробовал все что только можно сегодня не мой день походу моя рыба еще подрастает ладно ловим дальше драка драка елы-палы драка блин смотрите это я значит а послал ее чтобы она мне рыбу привлекла она тут все нашла друга и играется то блин два опарыша три мотыля мне ну что это такое вот такая клюет у нас густерка а когда зеленый марципан испытывал вот то была тема до сравнить разницу опять 25 на 6 метрах да что ж ты там зараза делаешь твою ж дивизию смотрите что происходит моя банка с опарышами и твою дивизию ой блин глаза обветрил очки одну оправу сломал опарыши убежали но я не сдаюсь а ты какая рыбина клюнула ухты а там же это бровка которую я обойти не могу что это кормушка пластмассовая выручай где же это кормушка ухи дистанция блин что там у нас давай еще пять метров осталось а это монстр друзья а давай иди ко мне давай родимый ухты я еще по моему таких не ловил сейчас сюда выйдем я вам все покажу ну что друзья показать вам самого большого в мире американского сомика смотрите твою ж дивизию какой же он огромный вот это трюк вот это конь смотрите какой коняра блин столько я потерпел неудач да вот опарыши убежали очки сломал ветер продул так глаза что сейчас летят но вот такой вот американский сомик не путать с речным самым помните какие я до этого ловил американские собики сегодня ну блин как палец а это сотрите шикардос ну вот так то вот такие вот у нас рыболовные приключения когда дела идут плохо все таки может пойти белая полоса и какой-нибудь красивый экземпляр чик мы сегодня все-таки поймали хоть что-то ловим дальше ночью их не люблю смотрите где крючка даже не видно все это уже бесполезная его не как-то не достану ушел в самый живот только снял этого монстра перевязал поводок вернее не привязала к этому же привязал крючок поводок был длинный так и остался в если был где-то метр двадцать стал где-то сантиметров 90 ухи долбит один опарыш 3 мотылика это гостера скорее всего сегодня поклевки такие увижу потому что целый день было такое что-то еле-еле душа в теле а тут под вечер глядишь может часы поклевка такая интересная была может что и нормализуется ухты для сегодняшней рыбалки это даже зачетная густера ну что давайте еще половим ехать павлы вот она вот она микро густера нет надо марципан вот тогда бы я показал где здесь крупняк тусуется но так черная сегодня прикормка с добавлением кстати бисквита не знаю говорил не говорил заправил я ее бисквитом ароматом вот два парыша три ботыля сожрала все ухты сейчас я тебя отпущу смотрите сколько надо мной летает мошек это просто капец это даже немножко радостно потому что пришла весна наконец-то потепление просыпается река просыпается мошки гуляет рыбка по воде уже радует уже осталось совсем чуть-чуть скоро начнутся ночные рыбалки лень проснется и вот это будет тема которая меня волнует больше всего что давайте отпустим наших речных монстров пускай растут и вскоре их опять поймаем что нам сегодня удалось поймать мелких густерок я отпускал сразу вот этих ты какой хороший друг ну что вперед пошел танк по дну брюхом так и вы друзья за ним следом вперед пошел 3 вот такие вот милюзганчики а тот какой был и дружок не в ту сторону ухты какая рыбина прыгнула вон волна пошла блин красота река просыпается и вон там пузыри какие-то идут сейчас поплавочную удочку под эти камыши ки вот это было бы рыба но камыши пока не шалохаются если бы камыш била или ходуном ходил возможно это был бы лень я если бы пузырьки еще по дну и шли тогда точно лень ладно берем поплавочную удочку и забрасываем поплавок в камыши посмотрим кто там живет это вы уже увидите в следующем видео на канале рыболовные приключения очень и очень скоро манка у меня непростая секретным компонентом новиночка от канала рыболовные приключения ухты какая поклевочка ребята что это за рыбину смотрите какая рыбина пробуем на то они рыболовные приключения мы должны уметь ловить в любых условиях а сейчас подписываемся на канал кто не подписан пишем комментарии кому есть что сказать кому понравилось видео можете бахнуть лайк и до скорых встреч они будут очень и очень скоро не болейте не кашляйте всем отличных рыбалок и не хвоста не чешуи пока пока пока